В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте! Коротко о некоторых темах выпуска. Выбор сделан. В Муравленко состоялось народное голосование. Горожане определили достойных кандидатов для участия в больших осенних выборах. Достижения значимы, но есть и проблемы, над которыми нужно работать. Глава администрации Александр Подорога представил отчет о деятельности за 2014 год. Творческий подход. В городе состоялся фестиваль «Семья Муравленко-2015». В Муравленко состоялось народное голосование. Праймерис «Единой России» дал возможность избирателям узнать о деятельности людей, которые готовы представлять интересы горожан в городской и Тюменской думах, а также в окружном законодательном собрании. Для будущих кандидатов народное голосование – отличная возможность оценить свои силы. Моя коллега Светлана Грачева расскажет о том, как проходил внутрипартийный праймерис. Внутрипартийный праймерис в таком виде на Ямале проводился впервые. Единороссы решили рискнуть, проводя практически мини-выборы. И не прогадали, голосование народное, а значит последнее слово за ямальцами. В Муравленко в день народного голосования работали четыре избирательных участка. На каждом проходили встречи с избирателями. Люди не только знакомились с кандидатами, задавали вопросы, давали наказы. Народное голосование ничем не отличается от настоящих выборов. На каждом участке избирателю дают по три бюллетеня. Ну и понятно, осенью мы будем делать тройной выбор – голосовать за депутатов Тюменской областной думы, законодательного собрания и городской думы. Горожане проявляют к народному голосованию активный интерес. В кабинке для голосования выстраиваются практически целые очереди. Депутатов городской думы, окружного законодательного собрания и Тюменской областной думы мы будем выбирать в сентябре 2015-го. Безусловный лидер команды 89, глава региона Дмитрий Кобылкин, ямальцы поддерживают окружное правительство. Мы сегодня говорим о наших партийных задачах. Мы сегодня говорим и как личности, но в рамках одного большого дела, одной большой работы. Это роли, цели, задачи партии «Единая Россия» на Ямале и в предвыборный период, и в нашей ежедневной работе. В числе кандидатов на вакантное место депутата в Тюменской думе Николай Яшкин, заместитель председателя окружного законодательного собрания. Для того, чтобы реализовывалась программа сотрудничества, это бюджетная программа, должны приниматься законы. А для того, чтобы их принимать оперативно, четко, нужны люди, понимающие и знающие ситуацию. В региональном списке кандидатов на выборы в законодательное собрание Тамара Полякова из Губкинского, Игорь Гирелишин из Надыма. От Муравленка на место депутата в окружном парламенте на народном голосовании претендует Ирина Легостаева, Максим Заблоцких и Валерий Минибаев. Я уверен даже в том, что по результатам народного голосования команда 89, сформированная, будет иметь поистине народный мандат. В сентябре 2015-го муравленковцы обновят состав городской думы. На народном голосовании 47 претендентов. Цифра большая, но народ делает выбор в пользу достойных. Познакомились с кандидатами, просмотрела. Не всех, конечно, знаешь, но дополнительная информация, которая была дана, она дает исчерпывающий ответ на наш вопрос. Кого выбрать? Проголосовала за тех, кого считаю нужным. Потому что это наше будущее, поэтому хотим, чтобы выбрали тех людей, которых мы хотим. Народное голосование в Муравленко завершилось ровно в 18 часов. 3 711 человек сделали свой выбор, сформировав список кандидатов на включение в состав команды 89. Светлана Грачева, Андрей Нагибин, Слирадиокомпания, Муравленко ТВ. Итак, выбор сделан. Народное голосование в Муравленко признано состоявшимся. Сегодня в местной администрации прошло заседание организационного комитета. Его участники рассмотрели протоколы счетной комиссии, утвердили итоги праймерис по кандидатам, готовящимся на выборы в местную думу. А в городской команде 89 – 20 человек. Это работники нефтяных, нефтесервисных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, представители коммунальной сферы, адвокат и предприниматель. Имена победителей народного голосования будут размещены на официальном сайте города, на сайте телеразвокомпании Муравленко ТВ в ближайшем выпуске газеты «Наш город». Вот эта двадцатка, это достаточно большой такой уровень доверия, те люди, которые получат, войдут эту двадцатку, совместно с партией «Единая Россия» будет общая стратегия команды 89 на городском уровне, на региональном уровне, на областном уровне. Совместно эта команда пойдет на думу, на выборы. Отмечу, что результаты народного голосования по кандидатам в Тюменскую областную думу и законодательное собрание Ямала будут подведены окружным организационным комитетом. После 20 мая команда 89 будет сформирована окончательно и начнет готовиться к большим выборам предстоящей осенью. Глава администрации Александр Подорога представил депутатам городской думы отчет о деятельности муниципалитета за 2014 год. Внеочередное заседание состоялось в субботам. Помимо отчета, народные избранники рассмотрели вопрос внесения изменений в устав города. Все подробности у Орнеста Бавшина. Первый вопрос повестки дня – внесение изменений в устав города. Поправки коснулись статей, регламентирующих порядок избрания главы муниципального образования. Если ранее председатель думы одновременно являлся и главой города, то теперь, согласно изменениям, глава избирается депутатами из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией. И одновременно он же возглавляет и городскую администрацию. Мы фактически переходим к той системе, которая существовала в городе Муравленко до 2010 года. Единственное отличие, что главу муниципального образования будет избирать депутата городской думы. А председатель городской думы будет спикером городской думы, который будет вести городскую думу, готовить документы, готовить материалы. Но он будет фактически спикером городской думы. В то же время глава города будет подотчетен депутатам городской думы. Поправки в устав были приняты единогласно. Следующий вопрос в повестке дня – отчет главы администрации о работе за 2014 год. Александр Подорога остановился на каждом из направлений социально-экономической жизни города. В прошлом году бюджет города исполнен на 3 миллиарда 968 миллионов рублей. Это 99% от запланированных показателей. По сравнению с 2013 годом доходы городской казны увеличились на 182 миллиона рублей. За счет городского бюджета в 2014 году решались важные задачи социально-экономического развития города. При поддержке правительства Ямал-Анецкого автономного округа осуществлены мероприятия по исполнению майских указов президента Российской Федерации. За 2014 год по всем категориям работников бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы, достигнуты. Отметил Александр Подорога успехи, связанные с реализацией программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям. 125 семей в 2014 году получили свои земельные наделы. Но в очереди стоит еще более 200 семей. Это говорит, уважаемые коллеги, о том, что мы с вами должны продолжать работу по реализации указов президента по предоставлению земельных участков. Это очень высокозатратное мероприятие. Я понимаю, что предоставлять земельные участки с полным набором инженерии, то, как мы предоставили это сейчас, мы вряд ли сможем. Но, тем не менее, ту работу, которую мы в свое время вели по этому земельному участку, необходимо проводить на других земельных участках. Далее Александр Подорога кратко остановился на итогах работы жилищно-коммунального комплекса. Проблема переселения из ветхого аварийного жилья – самая злободневная в городе. В прошедшем году улучшили свои жилищные условия 17 молодых семей в рамках программы предоставления субсидий молодым семьям. Введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома на 200 квартир общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров. Расходы городского бюджета на образование составляют более 40%. И это одна из приоритетных сфер деятельности в городе. В 2014 году в эксплуатацию был введен детский сад «Непоседы». И это позволило избавиться от очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2014 году еще прошел под знаком начала строительства нового объекта школы «Детский сад». Сейчас уже он подведен практически под крышу. Работы продолжаются. Я думаю, что в части исполнения задач по обеспечению детскими садами школьным образованием наших детей эти задачи будут выполнены. И при этом, конечно же, на повестке дня остается вопрос, который мы будем дальше прорабатывать. И прорабатывать еще более серьезнее. Это вопрос строительства образовательного центра в микрорайоне «Молодежный». Особо в докладе Александр Подорога остановился на взаимодействии с общественными организациями города. Работа общественно-консультативного совета, работа общественных объединений, организаций позволила нам создать в этом году общественную палату нашего города. Я думаю, что вот такое активное общественное движение позволит нам при принятии решений учитывать, возможно, большое количество мнений и предложений от жителей города. Говорил Александр Подорога о таких сферах городской жизни, как социальная защита населения, культура, молодежная политика, физкультура и спорт, развитие малого и среднего предпринимательства. По итогам работы за 2014 год есть достижения, но в то же время есть и проблемы, которые нужно будет решать в текущем году. Возможность получить помощь по телефону 17 мая во всем мире отметили День детского телефона доверия. В этот день во всех городах и поселках округа прошли информационные кампании о деятельности детского телефона доверия. В Муравленко волонтеры раздавали горожанам специальные памятки, пропагандирующие деятельность этого телефона. Многолетняя практика показывает, что детский телефон доверия является не только эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, но и доступным, бесплатным и оперативным ресурсом оказания экстренной психологической помощи. Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. При обращении абоненты имеют право сохранить в тайне свое имя, местонахождение и любую другую информацию, и могут быть уверены – содержание беседы не записывается и не будет разглашено. С 2010 года на детский телефон доверия на Ямале поступило более 32 тысяч звонков. Основная тематика обращений – это вопросы детско-родительских отношений и взаимоотношений со сверстниками. В Муравленко выбрали семью года. Городской фестиваль-конкурс состоялся в Международный день семьи. В этом году в смотре участвовали пять семей, и каждая постаралась отличиться в той или иной номинации. О том, как проходил конкурс, расскажет моя коллега Элиира Валяхметова. На сцену выйдут пять семей. Участники немного волнуются, как вы видите, готовятся, репетируют и, тем не менее, поддерживают друг друга. И будем надеяться, что эту дружескую атмосферу почувствуют и зрители, и жюри. По радостным глазам и счастливым улыбкам родителей детей уже можно оценить, насколько важно для них участие в этом фестивале. Конкурсанты заранее приготовили видеопрезентации, творческие номера, сшили костюмы. В этом году свои таланты представили семьи Павлеогла – Исмогиловых, Ильясовых, Зиньковских и Павловых. Настрой у каждой команды – боевой. Мы вообще редко отказываемся от каких-то активных мероприятий. В данном случае, конечно, у нас маленькие дети, но мы все равно решили рискнуть. Так сказать, времени, скажем честно, было мало на подготовку у нас в связи с отъездом в отпуск. Но, тем не менее, я думаю, мы достойно выступим, представим нашу семью. И благодаря нашим друзьям у нас есть большая поддержка. Спасибо им, помогли нам. Бурно и быстро. Ночами не спали, шили костюмы. Ну, в общем-то, на энтузиазме. Первый этап конкурса – визитная карточка на экране, фотографии, рассказывающие о жизни семей, праздники, выезды на природу с детьми, увлечения спортом, успехи детей и их родителей, как в профессиональной сфере, так и в семейных делах. Но больше всего участники переживали за творческий конкурс «Артсемья». Они представили юмористические номера, песни и танцы. Каждая команда старалась выразить свою индивидуальность, яркость и артистизм. К примеру, семья Павловых в этом конкурсе не просто отличилась художественным мастерством и хорошим вокальным исполнением, но и устроила для зрителей шоу с участием пожарных. Дети, Машеньки и Дашки, дорогие мы, спички дети, не игрушка, даже весит свет погас. Мы с папой волновались, конечно, больше, чем Ксюша. Ксюша нам помогала где-то, мы там запинались, забывали слова, может быть, а дочка нас выручала. Все стихи, конечно, дочь выучила быстрее нас. В видеоконкурсе полезных советов «Я папа» главы семьи показывали зрителям и жюри, каким должен быть настоящий отец и мужчина. Кульминационным моментом стал кулинарный конкурс «Вкуснотеево», на котором участники представляли национальные и просто любимые блюда семьи. Этим блюдом угощаем всех за праздничным столом. Можно даже выпить чаю, самоваром, да смехом. Определить, в какой номинации какая семья стала победителем членам жюри оказалось несложно. Павлеогла одержали верх в туристическом братстве. Зиньковские окружили всех планетой любви. Павловы сумели отразить жизнь замечательных людей. Ильясовы победили в номинации «Семейные наследия», а Исмогиловы лучше всего в букете талантов. Все участники были награждены дипломами, денежными призами и подарками от партии «Единая Россия». А многодетная семья Ильясовых удостоилась специального приза от общественной организации «Женщины Муравленко». Эльвирова Ляхмед, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны и в интернете, на официальном сайте нашей компании «Муравленко-ТВ». А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова